То есть когда мы научились ходить, мы до этого падали миллионы раз, прежде чем встали на ноги. Поэтому очень полезно иногда воспоминать, оживлять этот опыт, он у нас уже есть. И берем ногу. Ребят, всем привет. С вами снова Максим Степанов. И сейчас я вам покажу, как можно самостоятельно отработать падение влево и вправо, то есть на бок. Простейшее упражнение, которое вы можете сами себя заставить упасть. Показываю, как это делать классически, а потом покажу вам из моего любимого положения на четверенечках. Вот так вы располагаетесь на косточках. У вас две опоры. Левая нога и правая нога. Правой рукой разноименные. Берем крючком левую ногу, вот здесь за лодыжку. И теперь мы эту опору вырываем сами. Барон Минхауллин, берете за волосы, вытаскиваете из болота. То же самое вы, Барон Минхауллин, правой рукой делите свою левую лодыжку, вот здесь вот крючком. И вы дергиваете ногу как можно выше, прям выше головы. Вот такое движение делаете. Когда у вас одна опора уйдет вверх, вы начнете туда заваливаться. Пользуемся вот этим вот инерцией падения и выполняем страховку. Взял ногу, выдернул, приземлился на бок, подбородок прижат, ручка ладонью вниз. Все, вот у нас группировка. После чего, смотрите, садимся на бедро, на локоть, ставим ладошку сзади как опору и учимся правильно и безопасно вставать. Смотрите, эту ногу, которая лежит у меня на бедре, на полу, я ее подтягиваю от себя и возвращаюсь в исходное положение. Повторяем в ту же самую сторону еще раз, смотрите, две опоры. Сидим на корчиках, правой рукой берем левую ногу снаружи крючком вот таким и выдергиваем ногу. Перекатываемся на бок и отрабатываем страховку при падении в бок. Левой рукой крючком берем себе за лодыжку, резко тянем ногу вверх, прям перед собой и падаем в ту сторону, где у вас уже нет ноги как опоры. Не перепутайте. То есть ноги начинают падать до того, как еще, ну, опору вы, у вас две опоры, вы начинаете падать. Дождитесь, пока вы почувствуете, как движение тела пойдет в ту сторону. Смотрите, я раздерну, вот я уже пошел, вот сюда и упал. То есть все должно быть как бы естественно, реалистично. Это движение полезно также для чего? Падение в сторону. Для борцов, для бойцов, для всех, кто занимается какими-то там всякими рукопашными делами, для самоборонщиков, конечно. Также мы можем увидеть падение в сторону у волейболистов, у вратарей, статистических разных футболистов, хоккейных и так далее. Когда мячик или шайба летит влево или вправо, и вы делаете вот прям такое движение. Вот. Вот. И вот. И вот. И вот. А вот. Хоп. То же самое, перекат. Мяч летит, я отбил его. Идет перекат по туловищу. Сначала приземляется бедро, потом бок, потом плечо, лопатка. То есть это широчайшая мышца. То есть не на руки. Ни в коем случае не падайте вот так вот на руку. Так вы сломаете однозначно плечицу, здесь вот это будет переломано. Сустав плечевой, локоть травмируете. Ни в коем случае рука не должна идти перед вашим телом. Тело и вес тела, скорее всего, однозначно руку вашу сломает. Поэтому ручку убираем вперед и свободно перекатываемся. Вот сюда ножку. Раз. Вот сюда ножку. Раз. 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 Вот сюда ножку. Раз. И упали. Ну, модное навороченное движение, сейчас покажу вам. Когда вы будете отрабатывать падение в сторону из той же позиции, из которой вы отрабатывали кувырки. Помните, мы делали кувырки из четверенек. Вот. Из этой позиции. Мы убирали ручку одну, падали и делали кувырок. То же самое мы сейчас делаем. Смотрите. Мы одну ножку заберем и упадем. В четвереньках. Забираем ногу. Не падаем вперед. Забираем ногу. Оп. И упали на бочок. Садимся на бедро. На локоть. Ставим ладошку. Подтягиваем ногу. И мы опять либо на курточках, либо на четвереньках. И таким образом, друзья, закрепляем уже два урока. Вы можете делать четверенек уже два упражнения. Предыдущий кувырок и сегодняшнее упражнение. Падение в сторону. Показываю. Четверенечки. Урок номер один. Кувырок. Убираем луку. Делаем кувырок. Делаем кувырок. Делаем кувырок. Урок номер два. Бираем ногу. Ставим маленькой. И бираем ногу. Чуть смещается назад. Берем ножку. Падаем. Ну нормально. Научись, короче. Я придумываю, придумываю всякие разные упражнения для вас. Вообще научились ходить на четвереньках. Вспомните свое прошлое. Не такое далекое. Когда мы все ходили на четвереньках. Вспомните малышевские годы. Ну да, кстати. Потому что человечек, когда маленький, он повторяет всю эволюцию, развитие. То есть, когда мы научились ходить, мы до этого падали миллионы раз. Ну тысячи. Прежде чем встали на ноги. Поэтому очень полезно иногда вспоминать, оживлять этот опыт. Он у нас уже есть. И немножко в стиле обезьянки подвигаться. С вами был Макс Степанов. Всем до свидания. Пишите комментарии. Подпишитесь на мой канал. А еще есть кнопочка спонсировать. Сейчас появилась. Прямо вот под каждое видео кнопка спонсировать. Это значит то, что вы получите бонусы, друзья. Вы получите ништяки. Нажимайте на кнопку спонсировать. И посмотрите условия. Там копеечки. 99,99 центов. Минимальный, так сказать, вход в группу поддержки этого канала. Ну ладно. Все. Пока. На корточках. Почему-то называю корточки четвереньками, да, Макс? Уже все перепутал. А это корточки, пацаны. Вот мы на кортах сидим, видите? Можно сесть на пяточках, да? Раем потерял там вот это все хуё моё вообще. Вот можно на носочках. Некоторые Макс серьезно верят, что типа если пятки поднял, район потерял. Прямо на полном серьезе мне доказывают там в комментарии, где написали. Блин. Ебанутые. Ну в общем, ладно. Опа. Сейчас. Это корево даже не получится. Надо быть человеком, ребята. Человеком надо оставаться. Совесть должна быть у вас. Будьте настоящие друзья. Те, кто приходят сюда, понимая, чем я занимаюсь, какая у меня точка зрения. Это самооборона. Самооборона это, блин, всегда правое дело. Это не агрессия. Это защита, в первую очередь. Поэтому слава Украине. Героям слава. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok